Уже полвека в доме на Мечникова 90 не делали ремонт. Опорные стены едва держатся, а само здание признали аварийным. Но несмотря на это, там и дальше продолжают жить люди. Более того, они еще и оплачивают коммунальные услуги по содержанию дома и придомовой территории. В каких условиях приходится жить одесситом и почему на все их запросы отвечают лишь отписками? Смотрите в следующем сюжете. Посмотрите, мы подперли, потому что идешь по комнате и все дрожит, трусится. Это кухня. Оно же там уже все прогнило, оно упадет. Специально, получается, мы так думаем, что они специально хотят, чтобы нас уничтожить. На первый взгляд может показаться, что мы находимся в декорациях фильма ужасов или просто же заброшенном здании. Но на самом деле тут проживает больше 10 семей. И все они оплачивают коммунальные услуги, в том числе СДПТ, в полном объеме. Местные пытаются самостоятельно спасти свои квартиры, что этажом выше, устанавливая вот такие деревянные балки. Но и это вряд ли поможет, ведь несущей стены просто нету. Вот тут вообще сняли, мы висим. Что это держит? Ничего не держит нас на третьем этаже. В кухню заходишь, пол играет. Он просто вот так вот проваленный, потому что посносили все стены несущие. Он просто в воздухе. Ну, он держится, я даже не понимаю на чем. Это в любую секунду. Оно просто возьмет и все уйдет в катаком. Этот дом еще в конце 90-х признали аварийным. Затем якобы провели работы по укреплению. Установили металлические балки по периметру фасада. Это позволило перевести здания из фонда аварийных в ветхие. Людям даже прислали канцелярскую отписку, мол, жить там можно, поэтому платить коммунальные услуги тоже нужно в полном объеме. А вот эксперт в жилищно-коммунальной сфере говорит, городской власти необходимо как можно быстрее отселить людей. Городские власти должны максимально предложить приемлемое какое-то решение для жителей этого дома. Потому что, конечно же, если люди всю жизнь прожили в центре города, выезжать куда-то там за поселок Котовского, они не собираются. Наличие СДПТ в этом доме для меня вообще загадка. Это понятно, что его просто не может тут существовать и быть. Потому что то, что люди за свои деньги сейчас хоть как-то поддерживают там порядок, понятно, что это все случается не трудами. На месте сразу звоним директору департамента коммунальной собственности. Тот обещает отправить комиссию и, возможно, пересмотреть решение о состоянии дома. Местные и не против переехать в другое место, если их дом снова признают аварийным. Просят хотя бы примерно такую же площадь для проживания, чтобы их семьи могли поместиться.